Бизнес на российской прописке для жителей Ордло и арест в Киеве смотрящего незаконной тюрьмы Донецка изоляция. Эти и другие темы рассмотрим в деталях уже сейчас. Палач по кличке Палыч, о котором рассказывали освобожденные из плена ДНР украинцы, арестован в Киеве. Что он сказал на суде и как два года незаметно жил в Украине. Позволит ли применение боевых беспилотников в зоне боевых действий увеличить точность попаданий по военным целям? И почему занервничал Путин? Мы фактически с нуля, не имея ничего, получили сразу самое высокотехнологичное вооружение, которое может быть. И оно самое современное. Российский паспорт и снилс как дополнительный источник дохода в Ордло. На какие махинации приходится идти людям без прописки ради российских выплат? Доступ к украинским выплатам ограничен. Плюс добавилась пандемия коронавируса, добавился закрытый КПВ. ДНР, ЛНР так называемые, они закрыли эти КПВ под предлогом опасности распространения коронавируса. Артзавод «Изоляция» в Донецке за годы войны стал синонимом пыток и страданий людей. Боевики ДНР и сотрудники российских спецслужб фактически превратили его в концлагерь, разместив на базе некогда культурного пространства незаконную тюрьму. Человек, который заведовал там пытками и выбивал показания, теперь предстанет перед украинским судом. На минувшую неделю в Киеве его задержали служба безопасности Украины и, оказывается, он уже не первый год, спокойно жил в одном из спальных районов столицы. Какая теперь судьба ждет смотрящего за пыточной в Донецке и действительно ли он приехал в Украину, чтобы спасти свою жизнь? Подробности в сюжете. О его издевательствах и пытках в Донецкой незаконной тюрьме «Изоляция» устами освобожденных по обменам рассказана не одна история. Денис Куликовский по прозвищу Палыч, именно он, согласно заявлениям экс-пленных группировки ДНР, до 2018 года был так называемым «смотрителем» жестокой тюрьмы боевиков «Изоляция», которую сегодня называют последним концлагерем Европы и даже адом. Когда я прибыл в «Изоляцию», он первоначально же мной занялся. Он был заведующим хозяйством на самом деле. Исполнял обязанности начальника тюрьмы неформальной, которая даже под документом, ну, так называемой ДНР ее не существует. И он участвует в дознаниях, ну, в пытках. Я завел в одну из камер, где поставил меня возле стены, с выгнутыми вот в такой примерно позе, с вот такими руками, вот, который должен не облокачивать на стену и стоять вот таким образом, пока не признаюсь. Ну, и кроме того, Куликовский и еще несколько сокамерников периодически били меня, а я должен был стоять в этой позе. Сам Куликовский утверждает, что руководил изоляцией на должности до 2015 года, пока на отдыхе не убил одного из сотрудников во время конфликта и его не отстранили от должности. Но функции свои он продолжил выполнять до 2018 года. Позже появилась неподтвержденная информация о том, что он бежал в Россию. Но внезапно 9 ноября украинские спецслужбы сообщают, Денис Куликовский задержан контрразведкой СБУ. И не где-то на Донбассе, а в столице Украины – Киеве. За информацию СБУ, цей человек организував та брал безпосереднюю участь у вбивствах та катуваннях протиправно увязанных громадян Украины. В Украине Денису Куликовскому еще в 2020 году было объявлено заочное подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса. За создание террористической группы, создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны и торговля людьми. Все, что инкриминирует сегодня Куликовскому, взято с показаний людей, вышедших из зверского плена изоляции, которые и поведали миру о Палаче Палыче. В среду в Приморском районном суде Мариуполя ему зачитали обвинение лично и отправили на два месяца в Киевское СИЗО СБУ, без права внесения залога. Свою вину Куликовский признал. А в показаниях для СБУ Куликовский даже детально описал то, за что именно кается. Как в присутствии российской ФСБ применял пытки током от полевого телефона. Известный в кругах российских силовиков под кодовым названием «Тапик» или «Звонок Путину». Тапик, он же телефонный аппарат, привязывались либо к ногам, либо к ногам пальцам, либо док, который все делал, он же Симонов, Станислав, он привязывал к генталиям. Людей садили либо в одиночную камеру, где нет туалета, ничего, потом не уводили их в туалет, давали бутылку, либо по приказу Евдокимова Василия Викторовича, он же Ленина. То есть мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял, то есть не кормить, не поить. На суде Куликовский признался, что сейчас его жена в СИЗО в Донецке, а он жил на съемной квартире в Киеве с 2019 года и деньги получал с неофициальных подработок. Вот в таком обычном спальном районе столицы среди многоэтажек сумел затеряться один из силовиков группировки ДНР. Пока Денис Куликовский в СИЗО, квартира пустует. Соседи с арестованным мужчиной были незнакомы. Но самый главный вопрос, которым задается, наверное, каждый, услышавший эту историю, как боевик незаконной группировки, один из самых жестоких палачей незаконной тюрьмы в оккупации и находящийся в розыске в Украине, мог попасть в столицу, да еще и прожить там незамеченным порядка двух лет. В СБУ от ответа на этот вопрос уходят. Бывший сотрудник украинских спецслужб Виктор Ягун наиболее вероятный видит версию сделки Куликовского с украинскими спецслужбами. Это точно не випадковость, и это точно спецоперация. За ту информацию, что я маю, можно сделать предположение, что он понимал всю небезопасность для его жизни, понимал, что будущего у него на оккупованных территориях, тем больше в России, нет, потому что он ценный свидетель. И он в какой-то задержание функционеров так называемой ДНР уже происходили. В 2019 году, когда СБУ арестовала организатора незаконного референдума в Донецке, так называемого руководителя Центра избиркома ДНР Романа Лягина. Сегодня его дело до сих пор рассматривается в закрытом режиме, а информация об аресте не разглашается, как и у Дениса Куликовского. По событиям в изоляции сейчас в судах уже находятся два дела. Первое, касающееся обвинения Евгения Бражникова. Второе, в отношении еще восьми боевиков заочно. По сделке со следствием или нет, но Куликовский озвучил и подтвердил целый ряд фамилий людей, причастных к преступлениям в незаконной тюрьме-изоляции, что только укрепило доказательную базу по кругу подозреваемых. Также он подтвердил, что подготовка к смертельному теракту против заместителя начальника контрразведки Донецкого управления СБУ Александра Харабирюша проходила в изоляции, В который раз становится понятно одно, те, кто высоко летает при должностях в незаконных формированиях ЛДНР и много знает, рано или поздно оказывается неудел, как в самих группировках, так и в России. И, возможно, сделка с украинскими спецслужбами – это единственный выход для них, чтобы сохранить жизнь. Он был человек патологически жадный и вороватый. И он воровал многие эти вещи, он как заведующий хозяйством, он просто их присваивал себе, те, что выделялись из российского же бюджета на содержание Министерства госбезопасности и службы спецопераций. Ну и рано или поздно, я думаю, что там, я так понимаю, что думали, что с ним делать. Я думаю, что могло это закончиться для него крайне плачевно. Он в какой-то момент понимал, что, несмотря на скоянный злочин, может быть выплата. И он никому там не нужен, никто за него воювать не будет. На одного ката было больше, но меньше. Это человек, который безусловно принимает участие в злочинах Российской Федерации. Он может подтвердить, что кроме граждан Украины или людей, которые добровольно приехали там, чиняты злочины на территории Украины, были и официальные представники российской влады и российских спецслужб. Тому он принял логичное решение, что краще добро сидеть, ніж погано лежать. Денис Куликовский находится в списке людей, в отношении которых украинские правозащитные организации, медийной инициативы за права человека и Украинский Хельсинский Союз по правам человека, в ближайшее время будут просить ввести санкции из-за грубого нарушения прав человека на оккупированных территориях. Телеканал Дом и Ютуб-канал «Новости Донбасса» всегда будут держать вас в курсе событий в регионе. Все, что от вас нужно, это подписаться на наши социальные сети и свежие новости 24 на 7 в вашем доступе. Закупленные Украиной беспилотники «Байрактар» выглядят как высокотехнологичное и высокоточное оружие, противодействия которому у российских прокси и самой России нет. Судя по последним заявлениям, занервничал из-за их применения даже сам Путин. Насколько эффективны дроны в введении боевых действий, нарушают ли они договоренности, в том числе международные, и какие беспилотники поставляет Россия незаконным вооруженным формированием, обо всем в следующем сюжете. В конце октября Украина впервые применила на Донбассе разведывательно-ударный беспилотник «Байрактар». Его использовали в ответ на обстрелы села Гранитное, чтобы уничтожить артиллерию пророссийских боевиков, которая находилась там, нарушая Минские соглашения. Быстрота и точность ликвидации военной техники противника поразила всех и вызвала настоящую истерию у пропагандистов Кремля. Действительно, мы можем с хирургической точностью поражать отдельные военные объекты российских оккупационных войск. Мы фактически с нуля, не имея ничего, получили сразу самое высокотехнологичное вооружение, которое может быть. И оно самое современное. Украина закупила 12 «Байрактаров» у Турции. Благодаря точечности и точности ударов украинская армия может ликвидировать военные объекты и вооружение российских прокси без потерь. Ну, нужно понимать, во-первых, что любое высокоточное оружие, оно понижает количество погибших гражданских и вообще количество смертей среди некомбатантов. Действительно, ракеты небольшие, которые поражают конкретно именно цели, а не накрывать площади. Именно такие удары продолжатся, то есть по военной инфраструктуре, по военным объектам, строго по ним, далеко от гражданских объектов. В особенности по тем калибрам и по тем вооружениям, которые запрещены договоренностями минскими. Несмотря на ажиотаж вокруг украинского «Байрактара», на Донбассе ударные беспилотники используются уже давно. Правда, в первую очередь со стороны пророссийских боевиков. И сделаны они, по словам экспертов, кустарно из гражданских дронов. То есть они берут квадрокоптер, прицепляют к нему какой-нибудь фугасный снаряд и сбрасывают его. Это очень часто и очень много мы видели на Донбассе. Они фактически совершают военное преступление тем, что они используют вот эти беспилотники для забрасывания на наши позиции вот этих противопехотных мин. Эта тактика, она на самом деле далеко не новая. Ее пионерами выступали на Ближнем Востоке боевики исламского государства. По словам эксперта команды «Конфликт Интеллиженс Тим», которая занимается расследованием военных конфликтов, Россия не поставляет свои ударные беспилотники боевикам на Донбассе. А разведывательные «Орлан-10» залетают либо со стороны РФ, либо запускаются с территории Ордло под контролем кадровых российских военных. Все это российское и все это достаточно сложное, чтобы передавать это в руки так называемых боевиков. Можно предполагать, что их используют непосредственно военные российские федерации, которые либо с территории России, либо с оккупированных территорий. Я уверен, что если Россия захочет их задействовать, она задействует со своей территории эти ударные беспилотники. Помимо этого, из территории России самой прилетают «Орлан-10» беспилотники. Это тоже беспилотники разведывательные. Но здесь такой момент. «Орлан-10» корректирует удары артиллерии. То есть удары артиллерии, кстати, запрещенными калибрами, запрещенные минскими договоренностями, они были бы невозможны, ну или не были бы возможны такими точными эти удары, если бы не «Орлан-10», которые прилетают с территории России. Самые типовые и распространенные беспилотники, которые находятся сейчас на вооружении у России, это «Форпост» и «Орлан-10». Они могут совершать разведку и корректировку огня. Если говорить об ударных, то, по словам экспертов, это беспилотник-охотник. Сейчас он находится на испытании. Это им построил Израиль, продал технологию, помог построить завод в Екатеринбурге по этим беспилотникам. Но видите, это предыдущее поколение. Израильтяне же тоже хитрые ребята. Они же не продали им свои современные беспилотники. Они им продали вчерашние, которыми они уже не пользуются. Применение такого высокотехнологичного оружия на Донбассе Кремль явно напрягло. Владимир Путин пожаловался немецкой канцлерке Ангеле Меркель и даже отдал приказ более интенсивно работать над технологиями беспилотных аппаратов. Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта. После применения Байрактара на Донбассе Кремль обвинил Украину в нарушении Минских соглашений. Стоит отметить, что в Минске два упоминания о запрете на использование беспилотников вообще нет. Этот пункт есть только в первых Минских соглашениях. Запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов БПЛА. За исключением БПЛА, используемых мониторинговой наблюдательной миссией ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне. Но, во-первых, Байрактар после покупки Украиной является ее собственностью, а не иностранным беспилотником. Также о запрете использования любых видов летальных аппаратов говорится в комплексе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в июле 2020 года. Там же указано, что ответный огонь допускается только в случае, если он открыт по приказу военного руководства сторон после безуспешной попытки использовать координационный механизм СЦКК. Когда Украина задействует свои беспилотники, это никак не нарушает минские договоренности, потому что речь идет, что территория Донбасса временно неподконтрольная, но вот когда Россия использует все беспилотники, которые прилетают в ее территории, она, конечно же, нарушает минские договоренности. Из-за того, что технология беспилотных летательных аппаратов достаточно новая, она на данный момент до конца не регулируется нормами международного права. Это довольно новая сфера, и, естественно, она не получила собственных ограничений. Можно, наверное, рассчитывать, что в будущем появятся ограничения на использование автономных роботов, которые сами принимают какое-то решение. Тут действительно есть большая сложность, потому что, например, дроны «Камикадзе», которые были задействованы в Нагорном Карабахе в войне в прошлом году, и которые сегодня всеми вооружаются, Россия в том числе производит беспилотники, дроны «Камикадзе» «Лансет» у себя начала производить ударные, они вообще никак не регулируются, не регламентируются международными актами, нормами войны. Активизация использования беспилотных летательных аппаратов приводит к установлению новых правил ведения войны, в том числе информационной. Точечные удары по военной инфраструктуре боевиков теперь вряд ли смогут создать правильную картинку для прокремлевских пропагандистов, которые вот уже восьмой год рассказывают о том, что украинские военные бесконтрольно обстреливают мирных жителей Донбасса. Активно агитируя жителей Донецка и Луганска получать паспорта РФ и оформлять СНИЛС, им обещали в том числе доступ к ряду социальных выплат. Материнский капитал, коронавирусные выплаты на ребенка и другие пособия. Но вот прошли выборы в Госдуму, и оказалось, что ударными темпами СНИЛС раздавали именно для участия в голосовании. А чтобы реально получить, к примеру, материнский капитал, жителям Ордло нужна прописка на территории Российской Федерации. На фоне этого сформировался уже даже целый бизнес по продаже регистрации. Как все это работает на неподконтрольной территории, смотрим далее. Упрощенное оформление СНИЛС и доступ к госуслугам – проект под российские выборы. Это косвенно признают уже даже так называемые депутаты группировки ДНР. По задумке такая учетная запись привязывалась к электронной почте и позволяла не только дистанционно проголосовать на выборах в Госдуму, но и сделать доступными госуслуги для наших граждан. Но действительность оказалась иной. Голосование прошло успешно, а вот госуслуги так и остались недоступными большинству наших граждан. По факту оказалось, что это была все временная мера просто для привлечения людей, чтобы они получили этот СНИЛС и, соответственно, доступ к порталу госуслуги для того, чтобы они могли проголосовать дистанционно. Ну или им помогли проголосовать дистанционно в этих так называемых центрах информационных. Общее число получивших российский паспорт в Ордло за время предвыборной кампании в Государственную Думу выросло с 200 до более 600 тысяч. Параллельно у людей была возможность оформить себе СНИЛС. Тем, кто успел это сделать, открылась возможность к получению некоторых социальных выплат Российской Федерации. В числе таких людей и наша собеседница из Донецка Ольга. Мы получили соцвыплату коронавируса на первой волне. Мы получили по 20 тысяч на каждого из ребенка. И вот сейчас мы получили школьную выплату 10 тысяч на ребенка от 7 и до 16, если он обучается в школе. Первый раз без проблем сразу оформлял папа. И второй раз оформлял тоже папа, подал заявление на госуслуги и ему сразу одобрили. Кто-то бросается в бюрократический бой сам, а кто-то оформляет себе необходимые документы с помощью посредников. Конторы за отдельную плату предлагают без выезда оформить необходимые соцвыплаты. Так, сертификат на материнский капитал жителю Ордло будет стоить от 10 тысяч рублей. Коронавирусные и школьные выплаты на ребенка от 2 тысяч. Оформление СНИЛС от 1 тысячи рублей. Я не хотела выезжать именно, но потом нашла номер телефона, заплатила тысячу рублей, отдала все свои документы, вернее переслала их по электронной почте, либо по какой-то соцсети, не помню. И через неделю мне привезли СНИЛС готовый. Без регистрации получить сертификат на материнский капитал можно, но реализовать его не получится. Также без регистрации невозможно оформить пособие или медицинскую страховку. Но здесь тоже есть обходная схема. Так, цена оформления прописки в Ростовской области при помощи посредника колеблется от 20 до 25 тысяч рублей. Да, я хочу оформить сертификат на получение этого капитала. Для этого у меня уже есть некоторые документы, и я могу оформить только сертификат, так как у меня нет регистрации на территории Российской Федерации. Для этого я могу как поехать на прием в этот МФЦ, либо пенсионный, так и подать через портал госуслуги. Частично заблокировав стабильную работу КПВВ на Донбассе, Россия фактически лишила людей в Ордло доступа к украинским социальным выплатам. Получить их все еще можно, но жителям Донецка для этого приходится преодолевать огромные расстояния и ездить через территорию РФ. Доступ к украинским выплатам ограничен. Плюс добавилась пандемия коронавируса, добавился закрытый КПВВ. ДНР, ЛНР, так называемые, они закрыли эти КПВВ под предлогом опасности распространения коронавируса. То есть люди бы остались наедине только с российской стороной и с местными выплатами, которые не очень большие. И вот в этой ситуации люди ищут возможности получать какие-то деньги, где это остается такая возможность, потому что украинские выплаты получать тяжело. Жительница Донецка рассказывает, попытки получить российские выплаты – это способ выжить и улучшить условия жизни для своих детей. У нас идет такое некое принуждение в получении паспортов, поэтому мы получили. И плюс еще может быть какие-то гарантии, неизвестность развития здесь ситуации от этого только. Регистрации у нас нет в Российской Федерации, дети у меня внесены, то есть они тоже граждане, но нет. А почему? Потому что я гражданка Украины. Вот так. Несмотря на обещания, жители Ордло могут претендовать лишь на часть российских социальных выплат и то после изнурительной бюрократической борьбы. За маской заботы о людях Россия прячет свои геополитические интересы, а именно продолжение ползучей оккупации части Донецкой и Луганской областей Украины. Там канал Новости Донбасса. Там вы точно 24 на 7 будете знать обо всем. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова